Субтитры создавал DimaTorzok Мы собрались здесь по хорошему поводу. Про ООН нам подарила тренажеров, манекенов или симуляторов на сумму можно лишать? Ну там можно чуть-чуть. 283 тысячи гривен с копейками. Куда входит масса этих симуляторов? Ну давайте начнем с того, чего экстремантичные, да по-моему, знают, что это такое. Ну это вот начиная с элементарного щита у нас отродясь не было до транспортировочного. Ну ремни здесь находятся полностью укомплектованы. Пневматических шин. Насос где-то в ящике, я его видел. То есть две верхняя конечность, две нижняя конечность. Значит рудная клетка, тоже две. Филадельфий, правда нет, но она там в комплекте не поставляется. Очень хороший манекен для отработки правилам сердечно-мягачной реагимации. Он электрифицированный. То есть системы ротоносоводка, трахея, легкие и запасные легкие здесь есть. Удобно тем, чтобы грудная клетка, ну я вот для бригады экстрамедицинской, раздувается. Ну у нас такой есть ирологичный, который нам подарили к Евро-2012. Он не похожий, то есть только он не электрифицированный. Это вот подарок ООН. Полноразмерный манекен, он компьютеризированный, новорожденного с пупочным остатком. Значит он интубируемый. Заглядывали, правда же ларингоскопа детского нет, он сейчас в ремонте у нас, там лампочка сгорела. Ну пока она работала, посмотрели, да, гортань бесподобно отражена, надгортанник, вход в пищеводы, ввод в гортань, ну класс, хороший, он мягенький. Ну все нормально, это производитель и поставщик фирмы, точнее поставщик УНИК, она как бы умного поставляет в Украину. Мы их выбрали, они оказались несколько дороже, поэтому там тендер отцовчивался на два месяца. Искали эти дополнительные денежки. Это я уже, извините, перехватил инициативу, потому что мы аналогичное оборудование поставили в Белесичанский колледж, а также в Донецкой области, Батмурский и Господи Константиновский медицинские колледжи. Это ваши коллеги. Поставили мы его в рамках нашего направления по медицине, которое сейчас реализует программа развития УНИК. Ну это программа, которая занимается именно какими-то, именно развитием. Я заступил голову Марика, я заступил голову Марика, я заступил голову Марика. Мы хотели бы иметь такой класс, как… Ну не все сразу. Я понимала, что не все сразу. У нас планируется областный учебный тренировочный центр. Именно тут, в городе Старомбирск. И вот такое желание наши коллеги, то есть фельдшеров, которые уже показывают помощь, должны научиться и постоянно на таких манекенах. Понимаете, не всегда возникают такие ситуации, но люди должны постоянно, как как бы даже еженедельно, тренироваться и понимать, что делать. Понимаете, вот именно вот такой нам нужен класс для тренировок. Редактор субтитров А.Семкин